По имеющимся данным, Сергиево-Посадский район производит около 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Сейчас их вывозят в соседние районы, отчего наши соседи также не в восторге. С каждым годом эта проблема становится все острее. Конечно, их нужно куда-то девать. И, конечно же, мы сегодня ведем речь о том, что мы хотим современной наукой емки, высокотехнологический завод, как и требует губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. На заседании рабочей группы по строительству мусороперерабатывающего комплекса присутствовали министр экологии Московской области, инвесторы, главы поселений, инициативная группа жителей. Вопросов у жителей накопилось много. Что в этом месте, где два заказника, где самая высокая точка, где проходят речки, воды, прочие розы ветров, невозможно построить вообще никакой, современной, несовременной. Вот о чем речь. Резолюция нашего митинга была обратиться к губернатору, чтобы вообще отменили, и нашли какое-то другое, наверное, приемлемое место. Если вы думаете, что можно будет просто так пройтись, либо встречами разовыми, решить вопросы, либо ответить на все вопросы, либо убедить людей, у нас никаких иллюзий по этому поводу нет. Вообще никаких иллюзий нет. Если вы думаете, что у нас, к примеру, началось строиться уже три объекта, четыре объекта на территории Московской области. Если вы думаете, что там люди хотят, чтобы у них были объекты, у них все, вот вы знаете, один в один все те же самые требования и все те же самые аргументы. Я просто, я говорю, потому что у нас это везде, вы поймите, мы все равно должны начинать строить. Такая же ситуация в Коломне. Самое, что интересно, я в голове сказал, Если вы думаете, что перенос объекта вам упростит ситуацию, вы глубоко ошибаетесь. А вопросы утилизации и переработки мусора еще никогда не решались у нас системно. Отсюда и проблемы. Московская область самая большая по плотности населения и застройки территория в России. Это 25 миллионов человек. Технологии обращения с отходами не менялись столетиями и сводились к сваливанию мусора в одном месте с последующей засыпкой грунтом. Но если раньше большая часть отходов сгнивала, то современный пластик не разлагается и к тому же может быть переработан вторично. На территории области планируется в каждом муниципальном образовании построить по крупному сортировочному комплексу. Наладить уже на первоначальном этапе раздельный сбор мусора. А на самих комплексах сортировка будет автоматической. Такой завод уже функционирует с 2016 года в Костроме. И такой же хотят построить в нашем районе. Самые современные технологические решения связаны и с сортировочным комплексом, и с комплексом по компостированию. И там будут применяться самые жесткие технологические требования. Сформированы серьезные запросы, в рамках которых предварительное решение о том, что там современный мусороперерабатывающий комплекс строить можно. И повторюсь лишь, что вот эти изыскания, которые сейчас проводятся, они окончательно поставят точку над тем, какие там будут решения, какой там будет проект, что там можно, что здесь достроить. Что касается такой системы, как фильтрата, то там предполагается ставить очистные сооружения, которые будут использовать обратный осмос. Сортировочный комплекс предлагается сделать, на сегодняшний день было проведено совещание с инвестором, предлагается сделать полностью в закрытом помещении, с закрытой приемной площадкой, связными воротами, чтобы воздействие прибывающих отходов никоим образом не воздействовало на атмосферный воздух, на почву и на окружающую среду. Вплоть до того, что предлагается решение, которое позволит из приемного бункера отбирать бункер для технологических множеств. То есть основной вопрос делается на снижение альфакторного эффекта, то есть запахового эффекта. Значит, предлагается провести четыре вида сепарации. Механическая сепарация, магнитная сепарация, баллистическая сепарация и оптическая сепарация. То есть это те виды автоматической сортировки, которые позволяют материалы, которые сегодня попадают в состав отходов, максимально распределить по потокам и направить их в вторичное использование. Уже с января 2019 года мусор должны начать сортировать на начальном этапе. Первыми появятся контейнеры для батареек и ртуть содержащих предметов, а затем минимум три контейнера для разных видов мусора. По желанию можно устанавливать до 10 баков для более точной сортировки. И на данный момент это единственный цивилизованный способ уменьшить экологическую нагрузку на природу. Мы будем строить современную, экологически чистую, безопасную инфраструктуру. И в этом будете помогать вы, нам и только вместе с вами мы будем строить такую инфраструктуру. Она будет абсолютно экологически чистая и безопасная. И мы просим вас поддержать нас в этом вопросе. Беспокойство жителей также вызывает и тот факт, что в проектах все всегда красиво. Но будет ли так в реальности? И для того, чтобы все четко соответствовало прежним договоренностям, надо делать четкую систему общественного контроля. Вплоть до того, что хоть раз в неделю встречаться на этой площадке и смотреть, что там происходит. Что, как делается, не нарушается ли проект. Обязательно надо будет активно участие принимать в общественном обсуждении ОВОСа, оценки негативного воздействия на окружающую среду, когда будет проходить проект экологическую экспертизу. Обязательно надо будет делать независимую экологическую общественную экспертизу, как положено по федеральному закону. То есть, путь, который мы должны пройти, он только начинается, и он очень такой будет длинный, системный, рабочий. Может быть, кому кто-то, может быть, и устанет со стороны, там, к примеру, проектировщиков, либо еще кто-то отвечает на вопросы. Но считаю, что работа началась, тем больше будет вопросов, тем больше будет заинтересованности, тем меньше потом будет проблем. Поэтому подобные рабочие заседания, встречи теперь станут регулярными.